Десятки миниатюрных фонтанов, цветной асфальт, жилые дома у воды и новые павильоны. Испанский архитектор Хосе Ассибильо представил общественности города свои эскизы по планировке центра Чебоксар, Красной площади и залива. На публичных обсуждениях побывала наша съемочная группа. Один из крупнейших специалистов по градостроительству в мире, профессор Хосе Ассибильо, последние два года детально изучал центр Чебоксар. После того, как увидел нашу столицу из иллюминатора вертолета, приступил к созданию эскизного проекта. В Чебоксаре архитектор привез рабочие материалы и чертежи, которые еще требуют серьезной доработки. Главная задача, которую ставит профессор, уплотнить и заселить центр города, сделать его интересным для горожан и гостей столицы. Создать условия, чтобы структура в центральной части города зажила не просто как общественное пространство, а носила еще более сложный и тяжелый характер позвоночника, соединяющего элемента всей городской структуры. Нечто подобное Хосе Ассибильо уже удалось сделать однажды в Барселоне. Сейчас трудно представить, но еще 50 лет назад Барселона была великим в прошлом, но пришедшим в упадок индустриальным городом настоящим. В центре лишь трущобы, вдоль моря склады, причалы, рыбацкие деревушки. Сейчас этот город привлекает туристов со всего мира. Ежегодно сюда приезжает более 10 миллионов человек. Профессор не хочет здесь копировать то, что было сделано в Барселоне и говорит уже его знаменитую фразу, что во всех городах мира одинаковые проблемы, но решения этих проблем должны быть разными. Мы, когда смотрим на карту всего города, понимаем, что речь идет не просто о создании парка вокруг водной поверхности, а речь идет о реструктуризации центра города. Центр должен жить, в нем должны жить люди, он должен быть динамичным. Идеи иностранного архитектора никого не оставили равнодушным. Чебоксарцам предложили в письменном и устном виде изложить свои мысли по поводу представленного проекта. Может быть это не идеал, как должно быть, может не то предложение, которое пройдет, но в ходе обсуждения, в ходе стремления, конечно, можно найти точки приложения. Поэтому, посмотрев сегодня на разработки профессора и посмотрев с разных точек и с высоты, и по ночному варианту, конечно, мы равняемся, что в любом случае город будет развиваться. Сейчас это довольно неблагоустроенная территория, особенно в задней части залива. И я считаю правильным заполнять ее какой-то застройкой, подключать туда бизнес, жилье и, естественно, облагораживать территорию. И вектор Адзин – это прежде всего улучшение центральной части города Чебоксары. То есть с его профессионального уровня он должен был посмотреть и предоставить нам вариант своего видения. У него поучиться есть чему. Поэтому, когда мы его приглашали, мы изучили опыт Казани, разговаривали с главным архитектором Казани. Он тоже нам дал очень положительную оценку его работы в то время. Он там работал где-то лет 8 назад. Рассматривать проект профессора будут теперь специалисты – республиканские архитекторы, градостроители. И только после этого должен появиться проект застройки и развития Красной площади и залива. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.